Приветствую всех, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте обсудим свежие новости мира танков, а на фоне вы можете посмотреть интересный бой на тяжелом танке Е100. Начнем мы с новости о том, что разработчики в патче Альфа будут работать над стальным охотником. Тут, правда, вообще подробностей кот наплакал. Ну, соответственно, просто сказано то, что стальной охотник будет развиваться и будет все очень интересно и крайне занимательно. Так что посмотрим, что разработчики сделают со стальным охотником. В принципе, режим-то неплохой. Далее аркада. Бои с необычными модификаторами. Тут разработчики сказали то, что карта Камчатка, Сталинград и Калининград, а также, возможно, какие-то другие карты будут тестироваться в режиме аркада. Такого раньше не было. То есть для карт обычно там свой режим был, где можно было поиграть, но, видимо, он не таким спросом пользовался, как аркада. Ну, я так думаю. И, соответственно, просто решили в аркаду добавить новые карты, чтобы игроки посмотрели новые карты, поиграли. И самое главное, чтобы разработчики какие-то выводы сделали. Удачная ли карта получилась или нет, стоит ли что-то переделывать. И, соответственно, все в таком духе. Ну, это, наверное, и хорошо. Также разработчики анонсировали новые события на глобальной карте, где бои будут проходить на танках 6, 8 и 10 уровней в формате 7 на 7. Будет атака оборона. Наградами станут игровое золото, боны, элементы внешнего вида, клановые шевроны и многое другое. Обратите внимание, события на глобальной карте входит в клановый сезон 2024-2025. Соответственно, ну, посмотрим. Разработчики много уже изменений сделали по кланам. Даже я человек, который, в принципе, в них не играет. Смотрю новости. Постоянно, в общем-то, всякая движуха в кланах. Пытаются кланы серьезно переделать, потому что, ну, очевидно, что старый формат уже не актуален. Хотя потому, что столько игроков уже и нету, чтобы постоянно собирать команды 15 на 15. Это тяжеловато. Да и приходится много времени тратить. Итак, сборочный цех. Премиум танк бесплатно можно будет получить. Это танк ВЗ-57-1, извиняюсь. Тяжелый штурмовой премиум танк Китая. Необходимое количество жетонов строительства можно будет получить за выполнение боевых задач, а также докупить за боны или игровое золото. Также будет обновлен ассортимент магазина событий, в котором можно приобрести имущество из прошлых запусков сборочного цеха за жетоны. В принципе, сборочный цех, опять-таки, пользуется спросом. Более-менее удачная концепция. И, друзья, вы можете выиграть бесплатно золото. Для этого просто напишите комментарий и укажите свой игровой ник. Тем самым вы будете участвовать в розыгрыше голды. Не пропускайте хороший голдовый приз. В случае выигрыша я вам напишу и, соответственно, еще вам придется немножечко подождать, потому что всем голда приходит в один и тот же момент в конце месяца. Ну, а сейчас давайте поиграем на сайте водки.ком. Благо, сейчас там идет Черная Пятница и можно со скидкой пооткрывать разные категории. Но я буду открывать главную категорию. E-pad E-tester VEHO 6 уровня. В принципе, тоже неплохо. Она, может быть, не столь дорогая, но 6000 золота тоже, извините, на дороге не валяется. Так что, конечно, забираем. 1000 золота тоже забираем, конечно же. И также попробуем еще несколько попыточек. Может быть, все-таки и прям танк восьмого уровня выпадет, кто знает. Так, 100 золота падает. Ну, наверное, на этом закончу, потому что, в принципе, более-менее удачно. Кто хочет поиграть на сайте, используйте промокод обязательно, SUPER777, который сэкономит вам средства. Очень легко запоминается, кстати. Супер, 3 семерки и дает бонус 15% при пополнении. И давайте снова перейдем к новостям мира танков. Соответственно, в скором времени открывается тестовый сервер и уже стали известны танки, которые будут падать из новогодних коробок в мире танков. Итак, первый список, то есть всего будет 3 списка. Вот третий неизвестен, что там будут за танки. Известно только танки первой и второй категории. Итак, первый список это объект 168H, Таурус CA, WZ-58K, прототип O6, Т54 Heavy, Стрв-К. Второй список Nemesis, H3, также Genderm какой-то, хрен пойми, что это СУ-122В и БЗ-74.1. Ну, побольше, более подробно по списку этому пройдемся. Сейчас просто озвучиваю вот та информация которая есть вообще то сложно сказать потому что некоторые танки не знаю некоторые танки откровенный хлам т-54 хэви но первое впечатление заключается в том что как-то не видно тут каких-то мега имп но возможно вот как раз среди тех танков которые я не знаю может быть среди них есть что-то годное поэтому давайте пока не делать выводы пока соответственно просто вот так вот список интересно будет узнать все-таки насколько хорошие танки в этом году потому что от этого будет зависеть очень многое например то будут люди вообще покупать эти коробки потому что какой смысл покупать коробки если в них будут танки ну такие себе разработчики в принципе решили использовать ту схему которую они использовали в прошлом году где танки поделены на три категории то есть сначала выбиваешь все танки первой категории потом откроются танки второй категории и потом третьей категории наверно в первом списке самые такие но обычные танки может быть какие-то даже лажовые а дальше уже получше что-то будет идти далее у нас разработчики поздравили с днем ракетных войск и артиллерии соответственно далее в честь этого бонус код прикреплю его в описании также вы можете его найти моем telegram канале ссылка на него будет в описании соответственно берете копируете или вы заходите на сайт там тоже будем сказать есть и соответственно используете так что не лишним будет дает день премиум аккаунта два личных резерва 50 процентов к опыту и два личных резерва на свободный опыт такие вот призы бесплатно советую поторопиться потому что бонус код не вечный рано или поздно он закончится и когда именно я точно не понял не нашел такой информации так что поспешите с этим делом вообще рекомендую подписаться на мой телеграм-канал потому что там я более оперативно могу как-то реагировать если выходит какие-то бонус коды и уже как-то сразу же вам сообщать потому что иногда ну сами понимаете нахожусь не за компьютером с телефона в принципе могу новости опубликовать если вижу там что бонус кодик вышел также разработчики с помощью этого бонус кода добавили нам дополнительный опыт который дает полтора опыта коэффициент так что тоже можно воспользоваться 5 раз в сутки работает это дополнительный опыт особенно при прокачке стоковой техники уж точно лишним не будет и идем к следующей новости разработчики продолжают соответственно внедрять разнообразные механики на новый год например будет такой автомат удачи где можно будет получить вафентрагер е100 оруженосец за жетоны также там наверно будут и другие призы как это будет работать ну пока еще не совсем понятно но я так предполагаю что можно будет определенное количество жетонов туда кидать и получать уже гарантированно подарок то есть а возможно это вообще будет автомат то что тут вообще как бы выглядит как будто это какой-то игровой автомат может быть это будет как раз что-то типа кинул пару жетонов и какой-то шанс выпадения прям танка включая вафентрагер оруженосец ну поле подробно чуть позже объясняю объясню когда сам разберусь потому что сейчас очень много информации появилась и некоторая инфа соответственно еще не совсем понятно что разработчики тут написали далее у нас елочка теперь вместо флага на базе будет елочка на новый год это когда выйдет обновление новогодние сейчас сможете не искать таким образом можно будет немножечко насладиться новогодней атмосферой в празднике далее разработчики решили апнуть некоторые танки включая советские в основном это кстати танки 6 уровня что в принципе понятно раз разработчики хотят внедрить там в разные режимы танки что уровне включая там ранговые бои то конечно 6 уровне нужно подтягивать например аптолы такие танки как скв-122 кв-1с с механизмом заряжания а также арту по моему су-2-122 соответственно если смотреть по кв-1 ему апнули разброс орудия был 0-45 стал 0-42 и некоторые другие характеристики также разработчики апнули немецкую технику немножечко опять-таки 6 уровне в основном нас хорн и штрейн эмиль там 6 7 уровень соответственно ну что можно сказать будем надеяться что эти апы все-таки в лучшую сторону пойдут потому что ну как-то 6 уровне у нас в игре не очень стали востребованы хотя раньше на них люди играли кайфовали сейчас мало боев какие бои скучные интересные где вообще там команда из семи человек для рандома это как-то слабовато на этом в принципе все друзья это основная информация которая хотел бы вам сегодня поведать не забывайте подписываться на канал писать комментарии указывать свой игровой ник чтобы можно было отправить вам золото и на этом все желаю вам всего хорошего до до скорых встреч удачи вам спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!